всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить на такую тему как настройка инструментов внутри logic что это такое как с этим работать это тема этого видео возникла благодаря нашему telegram чату и вопросу заданному там на самом деле неоднократно задавали этот вопрос но вот один момент как-то человек поднял тему особенности настройки разные режимы тюнинга проекта внутри logic то есть как это работает для тех кто не совсем понимает о чем идет речь это больше касается тех кто работает с оркестровой музыкой озвучивает фильмы или готовит музыку партитуры для оркестра и так далее так вот у нас по умолчанию строй есть разные строй инструментов и по умолчанию от особенно в электронной музыки в синтезаторах там не знаю в сэмплах в по умолчанию звучание вообще всех проектов у нас 440 герц что такое 440 герц это нота ля 1 октавы ее основная частота принята как по стандарту 440 герц то есть все настраивают 440 герц под это настраивает гитары под это настраивает то есть нашу тюнер здесь в лоджик тоже работает по умолчанию 440 герц у нас у проекта основная настройка это 440 герц то есть нота ля у нас а приравнивается к вот этой частоте это ну это как сказать мы что-то это как такты и секунды вот у нас так ты у нас могут отличаться в зависимости от темпа можем темп ускорить темп замедлить и так то у нас по сути будут быстрее или медленнее если привязывать ко времени а вот время секунда у нас она неизменна вот есть секунда на какой бы темп проекте не было секунда останется секундой вот и относительность вот этих вот тактов и секунд у нас задается через темп как как такой некий коэффициент вот так же есть настройка у нас есть нота ля который может меняться ля может звучать чуть выше ля может звучать чуть ниже там если гитара расстроилась вы вроде играете ноту ля она где-то близко но если вот ее измерять по частотам она не совсем ля вот и поэтому были изобретены разные строя которые удобные но это вызвано и разные скажем так культурой да это вызвано и типажом инструментов что ну например на тех же скрипках там определенные мензуры и там в 432 герц например более привычно настраивать эти инструменты чем в 440 там приходится чуть струны более жестко затягивать соответственно натяжение становится чуть больше очень много нюансов сейчас их все объяснять не буду потому что это будет скучно и долго вот но так или иначе в общем были созданы некоторые вот такие системы при которых у нас идет настройка и книг к этой настройки при приравниваются наши конкретные ноты ля до рэ ми фасоль то есть вот эти наши черные белые клавиши которые вот здесь у нас также представлены в лоджик то есть это просто как систему представьте как дюйм и сантиметр вот просто запомнили и запомнили вот меня здесь есть тест осциллятор вот у нас 440 частота сейчас стоит я включу вот это как камертон для ноты ля в системе 440 но если поставлю здесь 432 сильной разницы нет то есть они примут на слух это прям сложно отличить что только может быть с абсолютным слухом человек может понять что вот эта частота не соответствует той что было до этого но когда я поочередно включаю ну прям так сразу в глаза это не бросается но в принципе это конечно заметно то есть если особенно сравнивать или там одновременно включать будет слышно такой хорус эффект что они все таки ну не идеально эта частота совпадает и разница слышно по пичу по высоте так вот в системе 432 у нас все инструменты настраиваются но то ли а вот на эту частоту и соответственно все остальные ноты доллар и ми фасоль у нас тоже как бы сдвинуты чуть ниже относительно вот строя 440 ну вот то есть это как такая точка отсчета за которую вы принимаете и настраиваете все свои инструменты и работаете с ними так как я еще раз говорил актуально для струнных инструментов для духовых ну то есть для инструментов оркестра и в принципе это оттуда и пошло но потом приняли за такой скажем стандарт 440 и вся современная уже музыка стала особенно как появились компьютеры и все стали работать с компьютерами миди протоколы работа с сэмплами все стало так или иначе приравниваться к 440 поэтому до сих пор идут такие некие дебаты между чисто классическими музыкантами оркестровыми и музыкантами электронными кто работает больше вот такой электронной истории то есть с компьютерами связанный постоянно происходят такие некоторые ну не стычки но скажем так иногда недопонимание сам с этим сталкивался когда приезжали мы на саундчек где оркестр уже сидит там настроенный готовый мы запускаем плейбэк начинаем играть и понимаем что просто оркестр не строит вот но потому что вовремя организаторы не донесли до оркестра что у нас строй 440 а не 432 и оркестр там еще полчаса ну там 15 все перенастраивал но оркестр перестроить не так страшно как рояль потому что нужно вызывать настройщика и настройщик себя приходит тоже спрашивает в какой частоте нужно настроить фортепиано или рояль 432 или 440 то есть это отдельная тема можете ее изучить сейчас не буду слишком много времени на это тратить в общем вы систему поняли это просто как договоренность либо 440 у нас либо 432 доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене так вот допустим вот вам нужно поменять проект если вы хотите также работать там доры ми фасоли си то есть вас интересует но это вы прописать партитуры но вас интересует чтобы звук при этом у проекта был в нужной в нужном строе скажем так и у каждого проекта есть такая настройка мы нажимаем файл project settings здесь есть там специальный пункт называется тюнинг у нас открывается вот такое меню и у нас здесь вот собственно самый первый верхний слайдер как раз таки и показывает что у нас сейчас ведь отклонение 0 то есть у нас стандарт принят принят 440 в лоджике в том числе но мы можем от него отклониться то есть мы можем поставить 432 например то есть вот здесь кстати в центах по очень удобно показывается насколько центов нужно отклониться чтобы получить 432 то есть если вдруг вы где-то в какой-то программе работаете где нет таких возможностей вы можете поставить какой-нибудь пить шифтер плагин и просто на 32 цента сдвинуть каждый плагин пить шифтера на каждой дорожке или на мастер его поставить и вы тогда слушайте будете слышать звук с вот как бы звучанием частоты 432 герц тоже такой 2 2 вариант но плохо тем самым что он уже как бы готовый 440 звук переобразовывать в реальном времени вам 432 то есть качество звука от этого конечно ухудшается а здесь будет изначальный звук сэмплов которые воспроизводят с нашими инструментами уже воспроизводится в этой частоте вот я сейчас вам буду воспроизводить проект которыми здесь есть струнные фортепиано вы услышите как это звучит у нас в одном полутоне 100 центов то есть если мы у нас разница между 440 и 432 это где 32 цента то есть можно считать что это треть от полутона то есть одна треть от полутона то есть вот но ты допустим вот треть это есть та самая разница между двумя соседними строями такими общепринятыми 440 432 все это вот такой вот ликбез мы я думаю с этим поняли то есть здесь у нас все понятно вот этот слайдер он вам позволит просто опустить звук всех инструментов вот здесь в меди в проекте поменять строй этих инструментов до нужного вот этого мастера значения скажем так вернем на 440 но у нас есть также и режимы темперирования по умолчанию естественно у нас стоит equal темпер это опять же как я говорил у нас есть темперированные инструменты благодаря тому же баху это было введено то есть те самые белые черные клавиши когда было принято вот это самое расстояние в один полутон то что такое полутон это как 7 сантиметр как дюйм когда-то было принято зафиксировано и под это уже дальше работала записывали музыку но при этом у нас существует нет темперированные инструменты та же самая скрипка та же самая виолончель контрабас то есть то у чего нету ладов например или безладовый бас например если что-то из современной индустрии или какой-нибудь не знаю синтезатор с каким-то грамм глайт эффектом ну хотя синтезатор все хорошо темперировано основные частоты у него но так или иначе то есть я думаю вы понимаете о каких инструментах идет речь духовые там струнные и так далее и они продолжают быть не темперированными то есть да ноты написано четко до скрипач на слух должен поймать что вот именно в этом положении пальца у него звучит четкая нота ля поэтому всех скрипачей как правило должен быть хороший слух потому что чуть-чуть палец сдвинул все ты уже вроде играешь ноту ля но не совсем ля и начинается звук не строевича как говорят с остальными инструментами то есть несмотря на то что у нас есть имперированные инструменты такие как фортепиано синтезаторы ну в общем клавишные инструменты не знаю там ну те же ксилофоны тоже там пусть вот этим малет инструменты скажем так то есть они настроены на конкретную каждой ноты клавиши настроены на конкретную частоту и она ее выдает здесь называется темперирование но если мы вдруг хотим добавить живости вот например у меня здесь записан ну скажем так струнная секция которая держит аккорд сейчас я здесь включу режим аккорда чтобы у нас между этими инструментами распределялись наши ноты вот так это звучит сейчас в темперированном режиме но оркестр живой так прямо идеально конечно не сыграет уже сейчас здесь прям четко темперация идет каждая скрипка держит свою ноту прям максимально четко и плюс надо понимать что у инструментов есть особенности то есть в одном месте можно четко взять но тут чуть-чуть сдвинулся там на другой струне в другом месте уже эта струна можете съехать там не знаю инструмент может расстроиться из-за влажности из-за температуры то есть идеальных ситуаций в жизни даже в самых топовых скрипачей все равно не бывает микро какие-то нюансы есть но здесь у нас все идеально и вот чтобы с этой идеальностью побороться и на слух услышать более реальный вариант мы можем поставить хермо тюнинг который предполагается такую некую расстройку между нотами в аккорде особенно которая друг от друга ну находится уже на каком таком приличном расстоянии пол октавы там октавы и так далее то есть у нас такая происходит ник микро расстройка и не тут это идеальной темперации что вот четко черная клавиша белая клавиша и так далее и вот как это звучит я сейчас переключился в хермо тюнинг и вот мы можем на струнах это послушать конечно там никакой лажи не появляется там каких-то секунд и так далее это понятно но все равно чуть-чуть тембры начинает как будто часто там разъезжаться они уже не так прям четко математически друг по другу кратно складываются они уже чуть-чуть как бы расходится в этом есть вот этот режим и хермо тюнинг и вы спросите а что же делать вот у меня здесь еще есть рояль если я сейчас его включу у меня он тоже будет такой какой-то поплывший как будто у меня настройщик не знаю просто так взял деньги ушел ничего не сделал не у меня одна клавиша одно играет другая другое то есть можем сейчас послушать еще раз выкул температ особенно втором аккорде прям слышно как вот четко всякие кварты чистые прям складываются по интервалам и так слышно как будто чуть-чуть частоту обертона от фортепиано начинает друг с другом расходиться то есть это опять же я говорю это не звучит как лажа это не должно звучать как лажа там что что-то поплыло но это все равно звучит чуть-чуть как будто вот чуть больше живости добавляет но в случае с фортепиано это скорее звучит как не настроенный рояль просто как такой более не расстроенный но не идеальный то есть как правило вы скорее всего в ржавке не захотите такой рояль использовать но для струнных это как правило наоборот добавляет живости сравним то есть так он больше звучит прям так синтезатор на их по компьютерному струны прям слышно как ты на клавиатуре нажал ноты и тебя звучит звук оркестра здесь же уже какой-то намек на то что как будто отдельно каждый музыкант сыграл свою линию вы потом сложили это в аккорд то есть ну довольно интересная история так вот вопрос а что мне делать если у меня в одной сессии оба этих инструмент я хочу и темперированный инструмент чтобы у меня был и вот такой вот с этим режимом но все довольно логично так как это у нас logic как только мы включаем режим херман тюнинг у нас на закладке трек на выбранном треке появляется вот это дополнительный пункт который так называется херман мод и мы его можем либо включить либо выключить то есть можем на какой-то инструмент вот здесь включить аналайса на play например то есть на фортепиано ты сейчас включаю и вот можем послушать то есть вот слышно чуть строй поплыл если я сейчас здесь нажму на офф то у меня все четко при этом струна струнах у нас может остаться этот режим также аналайса на play ну то есть он в реальном времени анализирует какие ноты у нас звучат и насколько нужно расстраивать эти ноты так как они как в аккорде звучат то есть тут этот режимом по умолчанию включен я рекомендую его и оставлять и при этом у нас вот на фоне темперированного инструмента может звучать нет эмберирована ну и все это еще можно отстроить по нужной настройке то есть вот такое меню очень полезная здесь есть разные типы вот этого херман мода то есть классической музыки из-под джазовая музыка барокко то есть вы можете с этим поэкспериментировать там есть просто чуть-чуть небольшая разница и вы можете здесь задать процентаж насколько вот прям применять вот этот херман тюнинг вашему проекту то есть вы можете хотите не сто процентов а там 50 процентов ну то есть какие-то такие средние положения выбрать то здесь все это настраивается довольно классное меню в рекомендую с этим поработать именно всех сессии где это нужно то есть еще раз напомню эта настройка именно конкретного проекта это не глобальные настройки для всего logic это именно в конкретном проекте то есть если вы хотите создать конь темплейт для оркестровой музыки планируется не работать вот вы можете в этом темплейте сразу включить этот режим и на нужных дорожках там фортепиано выключать его о вставить и на каких-нибудь струнах и духовых наоборот его применять то есть вот такой у нас режим напишите обязательно в комментариях было ли полезно это видео все ли понятно если непонятно обязательно задавайте вопросы также вступайте в наш телеграм-чат если еще не там потому что именно благодаря телеграм-чат вот эти все видео и выходят в том числе потому что вы подкидываете мне темы я понимаю что вам интересно и что вы хотели бы узнать про лоджик или про музыку или про работу с музыкой в лоджик поэтому обязательно подключайтесь подписывайтесь конечно же на канал лоджик про help вы ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео ну и ставьте лайк мне будет очень приятно если вам понравилось это видео но мы с вами увидимся в следующих видео с вами был дмитрий урсул всем успехов творчестве всем пока